Сегодня в Кингисеппе, на территории бывшего городского пляжа, прошел муниципальный этап акции «Нашим рекам и озерам чистые берега», инициатором которой является Общероссийская общественная организация Всероссийское общество охраны природы. В ходе акции представители молодежи, школьники и подростки убирали прибрежную территорию от мусора. Мы пообщались с участниками акции, и вот что они нам рассказали. Сегодня проходит ежегодная акция «Нашим рекам и озерам чистые берега», которая проходит каждый год. Цель акции, ну, во-первых, нужно начать с того, что в ней принимают участие молодежь, подростки, местное население. И цель акции привлечь как можно больше людей, которые отдыхают, пользуются обычно берегами на озерах, на реках. И чтобы сами подростки, молодежь поняли цель акции, ее значение, свой вклад, естественно, от чего зависит чистота и окружающая природа их. Чтобы им самим было важно и ценно отдыхать на чистых берегах, естественно, беречь свою природу. Вот в плане того, чтобы беречь. Сейчас мы боремся с последствиями, да, убираем последствия и альфакты наших отдыхающих. А входит ли в эту программу какая-то деятельность по профилактике? Проще-то не сорить, чем потом. Ну, именно поэтому привлекаются подростки и молодежь, да, потому что наше будущее взрослые сознательные люди как раз вырастают из подростков, молодежи. И именно на них направлена акция, сделан акцент именно для того, чтобы вырастить здоровое поколение, да, которое, может быть, это и есть профилактика. Профилактика даже не столько уборки территорий, сколько профилактика самого поведения молодежи, отношения к природе и вообще к тому, чем они пользуются. То есть это, я думаю, что это, наверное, профилактика не только уборки пляжей и так далее, но и такой моральный аспект, воспитательный момент и ценность данной акции для самих ребят. То есть они уберут сами и потом мусорить не будут, да? Да, 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 естественно, им просто не захочется мусорить. И тем более, чаще всего бывает так, что они даже своим друзьям, одноклассникам говорят, что так, ты смотри, я тут убирала. Но я неоднократно это просто наблюдала сама лично. То есть свой труд, он уже по-другому они начинают к этому относиться, тенить. А вот как молодежь, вы их организовываете, они охотно идут сюда, им за это платят или это они сами делают? Вот как они относятся к этому, что делают? С утра идти куда? Ну, во-первых, они работают, они получают за это деньги. А во-вторых, труд, который, так скажем, разнообразный, он облагораживает. Но это, опять же, повторюсь, воспитательный момент, когда ребята понимают, что, во-первых, деньги не так просто достаются, да? А во-вторых, они своим трудом делают какую-то, ну, банальные слова, скажем, пользу, да, приносят именно тому городу, в котором они живут. Мне кажется, это даже где-то приятно и важно самому себе осознавать то, что для своего собственного города. А данная акция проходит именно в Кенгисепском районе или на территории всей Ленинградской области? Данная акция направлена на реализацию целей водной стратегии Российской Федерации, имеет большое значение для формирования экологического осознания у детей и проходит на всех водных объектах Ленинградской области. То есть мы охватываем весь регион? Да, 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 это весь регион. Это, ну, как я уже сказала, уборка прибрежных территорий и основная роль школьникам, студентам, местное население уже по 100%. А вы где были там? Романовка, парк культуры и отдыха, Романовка, там тоже было устройство территории, уборка территории и посадка деревьев, святок, то есть там очень много уже сделано. Что-то еще планируется в ближайшее время? Ну, да, планируется также работа на территории парка культуры и отдыха Романовка. Вообще ребята работают много где. И в станции юных натуралистов, в библиотеках, в музеях, то есть разбросаны много по разным объектам города. То есть можно сказать, что это такая запланированная программа, по которой вы идете по всем объектам и с детишками, приводите в порядок. На эту акцию привлекаются ребята, которые работают. Ну, естественно, не восприняется, если кто-то из молодежи присоединится к нам, из населения. Не те, кто работает, а просто порыв души. Добровольцы. Да. И присоединяться, я думаю, что это будет только... Ребята с охотой работают? Да. С посещением? Конечно, да. Без проблем. То есть, если, допустим, по какой-то причине они пропустили какой-то день, они очень сильно переживают и просят, что можно, мы отработали. Мы уже перейдем на трудоустройство с акцией. В традиционном работаем 4 часа с 9 до 13.00, но 4 часа они работают с тяжелыми. Каждый час по 12 минут перерыва с 9 до 13.00. Их снабжают мешками, перчатками? Безусловно, да. Перчатки, мешки, инвентарь рабочий. А как с вывозом мусора? Ну, тут привлекаются работники парка культуры Вода Трамановка. Они, конечно же, помогают и постоянно присутствуют. То есть, все организовано. Нам говорят, где это все оставить, куда отнести, куда вывезти. То есть, мы полностью снабжаемся инвентарем, тачками, лопатами. Все это вывозится. КОНЕЦ КОНЕЦ Мы приглашаем всех помочь в уборке нашего города. Я считаю, что прежде всего надо еще не мусорить. В первую очередь, нужно не мусорить, и тогда будет меньше проблем с экологией. И мы будем жить в более чистом городе. Это наш город, и мы должны его беречь и охранять. Это наш город. КОНЕЦ КОНЕЦ